Коронавирус COVID-19 широко шагает по планете. Вирусологи со всех концов нашей Земли фиксируют его появление всё в новых и новых местах. До масштабной пандемии, по словам некоторых учёных-медиков, остался один лишь шажок. Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества. Это Параллели. Здравствуйте. Вот именно. Один маленький шаг для человека и огромный скачок для планеты. Говорят, что уже обнаружили ту человекоподобную скотину, которая, отведав мясо неведанной твари, первой подхватила этот маленький, но злостный коронавирус. Эта коронаподобная зараза, в свою очередь, и сотворила очередной, после Луны, скачок для всего прогрессивного и маргинального человечества. Но назад, в наше дикое, отсталое прошлое. Или в то время, когда любой маломальский вредный вирус способен был угробить каждого пятого жителя Земли. Взять, к примеру, тот же испанский грипп. Или, проще говоря, испанку. Десятки миллионов людей стали жертвами самой массовой пандемии в истории человечества. Сто лет назад по всей планете свирепствовала эпидемия испанского гриппа. Она началась еще в последние месяцы Первой мировой войны и унесла больше жизни, чем военная компания. В Китае, говорят, власти уже запретили употреблять пищу, мясо всех, без исключения диких животных. Исключения, однако, всегда есть. Ведь рыбу тоже можно считать диким созданием. Но в данную категорию она вряд ли войдет. Потому как ею кормится больше половины населения планеты. Но речь, видимо, идет не о водоплавающих. А о тех, кто бодро бегает и ползает по земле. А также летает по небу. У некоторых людей, вернее у большинства из рода гомосапиенс, отмечено особое пристрастие к этим деликатесам из мяса всякой неформальной дичи. Подобными гастрономическими пристрастиями почти исчезли ежики, черепахи, уже и дикие ослики. Которых, надо сказать, еще каких-то лет 20 назад было видимо-невидимо на просторах нашего горного края. А миролюбивые по характеру ослики в то недалекое прошлое, кажется, не входили в категорию диких животных. Это потом они одичали и превратились в легкую добычу для любителей всяких деликатесов и нечасоплотных на руку людей. Ведь ходят же слухи, что на наших многочисленных рынках некоторые торговцы вместо конины иногда подсоют вам мясо диких ишаков. Но речь сейчас не об этих бедных животных, а о самом коварном враге человечества – коронавирусе. Все мы с тревогой ждем его появления и в нашем государстве. Очаги заболевания уже возникли в Японии, Южной Корее и на Ближнем Востоке. Европейские страны также не миновала сия неблагодарная участь. Но Кыргызстан коронавирус пока обходит стороной. Это, несмотря на общую с Китаем границу, тотальные торговые отношения и количество прибывающих оттуда людей. То же самое можно сказать про Россию и Казахстан. Получается какой-то парадокс. Страны ЕАЭС коронавирус практически не коснулся. Кстати, подобное можно сказать и обо всех, без исключения государствах СНГ. Отмечаются, конечно, единичные случаи. Но на них, думаю, пока не стоит обращать внимание. Опираясь на этот факт, можно сделать один поразительный, но очень нелицеприятный вывод. Вспомните из истории, как в свое время распространялась чума. Она шла по проторенной дорожке Великого Шелкового Пути. Иначе говоря, по дороге средневековой цивилизации. В этом и заключается парадокс. Чем цивилизованнее страна, тем сильнее сейчас она подвержена заражению коронавирусом. COVID-19. Но не стоит по этому поводу беспокоиться и обнажать на показ всю нашу нецивилизованность. Цивилизованные страны могут служить лишь временным барьером на пути этой планетарной заразы. И благо, если они найдут способ полностью ее подавить. А вот если коронавирус сделает очередной маленький шажок и проникнет далее на обочину цивилизации, или в наши страны, то мало всем не покажется. До свидания. Продолжение следует...